Итак, дорогие друзья, доброе утро! Всем доброе утро! Все, кто нас слушает, доброе, добрейшее, прекраснейшее утро! Месяц Ниссан, 16 Ниссана сегодня, 16 Ниссана, и мы встречаемся. Те, конечно, которые живут за границей, евреи, они празднуют два дня Песаха, у них два дня, и они не смогут сейчас нас смотреть, к сожалению. И завтра Шаббат, понятное дело, но я в Израиле, в Израиле празднуют все праздники один день, кроме Роша Шна, Роша Шна два дня празднуют и за границей, и в Израиле. Поэтому я решил не прерывать обучение, и мы сегодня будем продолжать изучать притчи, притчи царя Соломона, притчи это такое переводное название, Мишли, Машалим, примеры. Да, хорошо, ждем, сейчас все собираются, кто готов, но я вижу, что у нас большинство, так как было служителей из-за границы, то сегодня, конечно, я думаю, будет меньше людей, но они посмотрят потом в записи, в записи эту трансляцию. Хорошо, дорогие друзья, значит, мы находимся в 12 главе, расскажу свои выводы про Песах, да, какие у меня были выводы на Песах. И Песах у нас прошел очень хорошо. Я, конечно, ждал, что придет Машиах, прямо я был уверен, что он придет уже прямо сейчас. Вот, но, к сожалению, пока мести его нету. Или, вернее, я думаю, что он пришел, просто я и как-то еще о нем не объявили, может быть, не знаю почему, может быть, он за границей пришел. Написано вообще, что как в Ниссане вышли из Египта, и была дюла, освобождение было в Ниссане, значит, также следующее, последнее избавление будет в Ниссане. Вот я ждал, что прямо на Песах придет Машиах, прямо в окно выглядывал, все, на балконе стоял, ждал, думал, может, храм с неба спустится, может, как же это будет дело. Но пока я так не понял, что он пришел, наверное, он пришел, но я не понял. Но у меня внутри произошло, Машиах же может еще внутри каждого прийти, и у меня внутри вот есть прямо ощущение очень сильного духовного роста и такого духовного прорыва. Со мной лично в Песах произошло, не могу сказать, что полное освобождение, но частично, частично я освободился от оков материальности. Оков материальности, потому что больше всего человека сковывают оковы материальности. И одна вещь, о которой мы сегодня поговорим, сегодня как раз в Мишле такой отрывок, который в свое время, когда я первый раз его изучил, он оказал колоссальное влияние на всю мою мыслительную деятельность. То есть сегодня очень один будет крутой отрывок, который прямо реально, я, может быть, даже его повторю в следующем уроке, когда присоединятся те, кто за границей, кто сегодня не могут слушать. Но он стоит того, чтобы его и изучить, и повторить, потому что он оказывает колоссальное влияние на улучшение жизни. Шалам из Казахстана. Отлично. Значит, мы находимся, 12 глава, и мы дошли до того, что, 23-й был отрывок, мы закончили в прошлый раз, что человек Арум, человек хитрый, Коседаат, он скрывает свое познание. То есть он что-то понял, но он не вытаскивает это на всеобщее обозрение. И, значит, вэлэв кселим и край вэлэс. А сердце грешника по вожделению, оно взывает к, и вэлэд это как, и вэлэд мы говорили, как грешник стептик. Значит, вот грешник по вожделению, он хочет, я читаю сейчас одну книгу, такая по психологии. И там один ее автор, он пишет, что надо менять убеждения, надо менять убеждения, и он сам индус. И он пишет, вот смотрите, как я свои изменения, первый раз убеждения изменил в 9 лет. У меня семья индусы, как бы верят там индуисты, и нельзя есть говядину. Но я, говорит, увидел гамбургер с говядиной, и мне так захотелось гамбургер с говядиной. И я подумал, ну почему я не могу есть гамбургер с говядиной? Потому что мои родители верят, что говядину есть нельзя, а я буду есть говядину, я хочу есть говядину. И он, вот так вот он рассказывает свой путь, как он первый раз изменил религиозные свои убеждения. Но мы здесь видим явно то, что здесь написано, как Шламамилах нас предупреждал, что это называется ксиль, грешник по вожделению. То есть он, у него было его вожделение, потом он хотел его использовать, реализовать это вожделение, потом ему мешали его убеждения, и он взял и начал в своих убеждениях сомневаться. Это то, что мы изучили в 23-м отрывке, что сердце ксилим и край велет, что сердце, вот это желание грешников по вожделению, оно взывает к стептицизму, да? И тогда ты можешь опровергнуть любое убеждение, которое тебе мешает, почему нельзя, почему нет. Яш, мне тебя не видно. Сядь, пожалуйста, чтобы тебя видно было, да? Чтобы я видел твои глаза. Вот. Понимаешь? И так устроен человек, что когда он хочет, он начинает искать, как бы себе разрешить вот это выполнить свое желание. Теперь дальше. 24-й отрывок, то, что мы сегодня изучаем, он очень важный. Звучит это так. Значит, яд это рука, харутсим, харутс это другая грань, другая сторона от ленивого. Есть ленивый, а есть харутс. Прилежный переводят на русский, это тот, кто работяшка такой. Есть ленивый, и он обычно хочет схитрить и не делать, не работать. А харутс, он прямой и работящий такой, он все время ищет, где поработать. Говорит нам царь Соломон, что яд харутсим, тимшоль, будет властвовать рука вот этого харутса. То есть, человека прилежного, работящего, они, если они работают, работают, работают и системно работают, то в итоге они все равно поднимаются наверх. Например, тот же, если мы возьмем, самый влиятельный человек в мире, это Дональд Трамп. Он встает каждый день в 5 утра и работает, то есть, он работяга, когда он, когда он, я читал просто много его книг, то есть, его рабочий день много-много лет, начинается в 5 утра и без выходных он работает до глубокой ночи без остановки. Здесь написано, яд харутсим тимшоль. У ремия тия лямас, тот, кто хочет схитрить, не доработать, надеется, что он заработает деньги каким-то хитрым путем, обманным, то написано, она будет лямас, тия лямас, то есть, мас это налог, платили, то есть, они будут под властью, грубо говоря, они будут под властью. То есть, власть все время будет их давить, потому что тот, кто не хочет работать и не хочет честно трудиться, то все время есть вот эта вот власть, которая будет над ним давлеть, и он будет все время под властью кого-то. Это очень интересная такая закономерность, что человек все время находится под каким-то давлением, под какой-то властью. И или он сам себе находит работу, и он сам себе с помощью дисциплины создает такую очень, как сказать, мне когда-то очень сильно помогла в жизни фраза одного английского писателя, который этот принцип показывает. Фраза такая, что в жизни у тебя есть или, или, там не боль была написана, или боль может быть даже, в жизни есть у тебя или боль от дисциплины, которую ты на себя наложил, или огромное разочарование от впустую прожитой жизни. То есть, или ты работаешь, и ты себя заставляешь, и ты трудишься, или ты никто и ничто, то, что здесь написано другими словами, что яд, харутсим, кимшоль, рука прилежных будет господствовать, а обманная рука будет под данью, будет под властью других людей. Отлично. Теперь дальше. Вот этот вот сейчас следующий отрывок, 25-й, это как раз когда-то я его изучил, и он мне очень сильно в жизни помог, и сегодня я хочу на нем сделать акцент, и прекратить урок, чтобы те, кто сегодня празднует второй день Песах, чтобы они в воскресенье тоже услышали этот пасук, потому что во всем же мире, кроме Израиля, сегодня второй день Песаха. Значит, 25-й отрывок звучит так. Дословно это переводится так. Дага – это тревога. Блев-иш – когда она в сердце человека, он должен ее яшхена. Яшхена – это слово очень странное. Переводится оно, как бы, он должен ее убрать, спустить яшхена. Но и дальше, и довартов. Довартов – это и слово, и дело хорошее, и самхена. Оно его будет радовать. Значит, здесь нам открывается в этом отрывке принцип работы человеческого мозга и сознания, и подсознания, которое царь Соломон 3000 лет назад нам сообщил. А современная психология, она это подтвердила. Значит, есть такое понятие, как тревога. Тревога – это легкая форма страха. И когда человек испытывает эту тревогу, она у него поднимается в сердце. Сердце – это, на языке мудрецов, это подсознание. Сердце – это то, где хранятся все мысли человека, все его качества и так далее. Теперь объясняют нам Малбин, был такой великий комментатор, что у человека внутри есть его качества, качества его характера, его суть, которые управляют вот этим его подсознанием. И эти качества, они поднимают из подсознания в сознание разные картинки. Так как сердцем в основном у человека управляют ецарара – злое начало, то естественно, что это эти картинки, которые поднимаются у него в подсознании, эти картинки, они в основном идут против человека, они ему мешают. Теперь, какие ему поднимают картинки подсознания? До ага возникает, вот эта тревога возникает, когда у него внутри поднимаются опасения о будущем. То есть, его злое начало поднимает у него из подсознания картинки, что может быть плохо. Причем, неважно, сколько у тебя сегодня денег, сколько у тебя сегодня здоровья, как хорошо ты себя чувствуешь. То есть, эти картинки могут пугать любого человека. Богатый человек, он думает, вдруг я все потеряю, вдруг, не дай бог, с детьми что-то случится, вдруг война, вдруг вирус, вдруг то, вдруг все. То есть, есть множество вот этих картинок, которые человека пугают и вызывают у него тревогу. Теперь, вожделение, как работает, то же самое, поднимаются картинки, и человек, хочу то, хочу это, хочу то, хочу это. Это вожделение. Теперь, что нам говорит царь Самон? Когда у человека поднимается вот эта даага в сердце человека, он должен ее, яшхена, он должен ее убрать. Как ее убрать? Малбим объясняет. Яшхена, слово, оно, если его, посмотреть на него, как оно написано, оно похоже на две вещи, на два слова. Яшхена, яшхена, это ясех да то, отвлечься, то есть, если возникает у него беспокойство, он должен переключить свое внимание, отвлечься от тех картинах, которые вызывают беспокойство, и переключиться на другие картинки. И конец отрывка нам говорит, на какие картинки переключиться, в Эдавартов и Самхена. Если он поднимает сам картинку позитивную, то есть, он меняет негативную картинку на позитивную, Давартов, оно вызывает у него радость, и Самхена. Это его будет радовать. Например, человек боится, ой, я заболею. Это у него, значит, поднялось волнение. Он берет Давартов, он берет хорошую картинку, видит себя, я бегу марафон, я обливаюсь ледяной водой, мне 100 лет, и я такой рассказываю, как я здоровый образ жизни веду уже последние 60 лет, я каждый день занимаюсь спортом, закаливаюсь и так далее. То есть, и когда он видит эту картинку, Давартов, он меняет картинку, которая вызывает у него беспокойство, на картинку позитивную, эта картинка его радует. Второе понимание слова Яшхена, это можно сказать, Леосехдато или Сахех. Ле Сахех, это поговорить с тем-то. Говорит Малдем, что человек, который хочет убрать доогу из своего сердца, то есть хочет убрать тревогу и волнение из своего сердца, должен обсудить с кем-то, кто позитивно мыслит и кто поможет ему, поможет ему кто-то из близких, которые позитивно мыслят, кто поможет ему посмотреть на эту ситуацию по-другому. То есть, он должен ее обсудить. То есть, если есть, еще раз давайте подведем итог. Доога, волнение в сердце, когда поднимается, это все от злого начала. Зло, начало человека, оно человека пугает. Причина всех негативных мыслей о будущем, это отсутствие бетахона, отсутствие полагания на Всевышнего и уверенности в Боге. То есть, это очень, тот, у кого есть уверенность в Боге, он надеется на Всевышнего, как говорил царь Давид, Гам Ти Элех Бегей Цалмавес, даже если я буду идти долиной смерти, Ло Ира Ара, Ти Ата Имади, ничего плохого не случится, потому что ты со мной. Это идеальный взгляд на будущее, полный бетахон, что даже если вдруг я буду в самой плохой ситуации, Бог меня спасет. Теперь дальше. Но если все-таки поднялась Дага, нужно ее отвлечься от нее, переключиться на что-то хорошее, то есть мыслить, думать о чем-то хорошем. И второе, обсудить с позитивным или умным или опытным человеком, который поможет тебе от нее избавиться, но именно с позитивным, умным и опытным, а не наоборот. Потому что если ты начинаешь с понятером общаться, то все, тебя просто еще хуже уносит. Если ты начинаешь общаться с каким-то негативчиком и так далее, то он на твою плохую картинку скажет, это плохая, это не плохая, я тебе сейчас расскажу, как плохо будет. И тебе начнут такие картинки нарисовывать, что просто потом мало места, то, что делают многие в интернете. Но так как мы все живем в виртуальной реальности, никто не знает ни что будет, ни как будет, то каждый человек живет в своей виртуальной реальности. И мы имеем сейчас прекрасный совет от царя Соломона, что если поднялась тревога Белев Иш, Дага Белев Иш, Яшхена уберет ее в Эдавартов и Самхена вставит вместо нее хорошую вещь, и она будет его радовать. Все, это то, что я хотел сегодня аккуратно, потому что многие сегодня не могут присутствовать. И вот видите, получается, что из-за меня, можно сказать, Алекс Поделка, который сейчас должен два дня праздновать Песох, а он, значит, смотрит меня в этом самом, я думаю, что может быть мне и не надо было сегодня урок проводить. Вот, поэтому, поэтому я сейчас, я сейчас урок прерываю. Вот, скажу только вот, я знаю, что Дамир, партнер, он из Казахстана, и он, наверное, не должен два дня праздновать Песоха, потому что он, насколько я знаю, не еврей, или не полностью еврей, или частично еврей, или только сочувствующий, и просто изучает еврейскую мудрость. Поэтому он много времени спрашивал про молитву, а, значит, много он спрашивал про молитву, как молиться. Молитва, еще раз, Дамир, она очень простая. Первое, нужно прославить того, кому ты молишься, то есть сказать, я молюсь Богу, Создателю, Творцу Мироздания, который является хозяином всего, причиной всего, и который только он один, и я вообще, это Бог, я ему молюсь. То есть, интересно, что мне очень понравилось такое, как, вот, как понять, кто такой Бог, кому мы молимся, то есть есть Вселенная, вот многие называют Бога Вселенной, только Бог это не Вселенная, Бог это место для Вселенной, Бог это Творец Вселенной, то есть Бог это он больше, чем Вселенная. И он больше всего, потому что он это все, а все в нем, то есть даже вселенная она в нем. Бог это место для вселенной, это не вселенная, это творец вселенной и создатель вселенной. Это первое, надо понять, кому ты молишься. Второе, ты просишь Бога, просишь Бога о том, что тебе нужно. Вот здесь можно начать с благодарности, а можно благодарностью закончить. То есть молитва состоит из трех частей, обязательно в молитве должно быть три части. Первое, это прославление, понимание, кому ты молишься. Мы молимся Богу, единому Богу, создателю вселенной, создателю мироздания, хозяину мироздания, что все в нем и он это все. Второе, мы просим у Бога то, что нам нужно, то есть ты можешь просить, говорить, визуализировать, проговаривать. Ты общаешься, ты просишь у Бога, как у хозяина всего, создателя всего, то, что тебе нужно. Третье, ты благодаришь Бога за то, что у тебя есть, за все, за все ты его благодаришь, благодаришь, благодаришь. Три части есть в молитве и это как бы структура молитвы. Как можно, многие советуют просто идти на природу и разговаривать с Богом. То есть это очень отличная такая молитва, когда ты на природе, делишься с Богом, рассказываешь ему все, что у тебя на сердце и просишь, чтобы он тебе помог то, что ты хочешь сделать. Очень классно совет Равшалома Аруша, который говорит, что в начале человек должен молиться от Бога, чтобы Бог усилил веру, попросить у Бога, чтобы моя вера усилилась, чтобы я почувствовал, что ты меня слышишь, чтобы я увидел, что ты меня слышишь. Я хочу усилить свою связь с тобой. То есть это должна быть на первом этапе главная тема молитвы усилить свою веру в Бога и свою связь с Богом личную. То есть именно с ним вместе соединиться в одно целое. Это первая часть молитвы. И я прошу за все, за все, за все, за все, чтобы Бог мне, вот я конкретно все, что мне нужно, я понимаю, что все от Бога и за все благодарю Бога. Все, всем удачи, успехов и встречаемся мы тогда с Божьей помощью в воскресенье. Уже как раз шаббат закончится, Песох. Сейчас просто те, кто за границей евреи, должны праздновать второй день и они тоже не могут тогда... Ну то есть получается, что я в Израиле, у нас один день, а за границей два дня. Все, удачи, всем успехов, встречаемся в воскресенье и этот урок мы повторим для тех, кого здесь не было. Все, всем удачи, успехов и двинемся дальше, там дальше еще интереснее. Все, всем прекрасного дня.